Добрый день! Небольшое видео, как пользоваться векторным муштабелем. Для начала он должен быть настроен. Первое вот это звено, вот здесь, кстати, у нас ключик, первое вот это звено должно быть максимально, не максимально, больше других, более сильно, чем другие. Ключик десяточки или пассатижи, я думаю, у каждого найдутся дома. Вот это немножко слабее, вот это еще более слабо. И то, что очень сильно, на него, конечно, вешаться вот так не нужно, он на это не рассчитан, он рассчитан на вот это давление держать, но все-таки небольшое давление он должен держать, поскольку тут будет кисть упираться. То есть крепко, немножко слабее, слабее. Как и моим обычным муштабелем классическим можно им пользоваться, закрепляя на угол. Но в этом случае его рабочий диапазон не такой большой. Например, 50 на 70, вы можете что угодно, 50 на 60, вот это любой, любой вектор построить на таких размерах. Пользоваться же как упором можно на достаточно большом расстоянии, он раскладывается более метра. Вот. Советую все-таки прикрепить стационарно к центральной реке Мольберта. В этом случае, я фотографии, наверное, вставлю, это две минуты делается. Советую найти какую-нибудь резиночку самоклеящуюся. Детали полированные, лакированные, чтобы вот так вот не скользило, все-таки, ну, лак по лаку. Если у вас лакированный еще Мольберт, будет вот такое не очень хорошо. При резинке такого не происходит. Вот. Меняется две минуты. Вполне стационарный. Он даже держит холст. Вот это вот стационарное закрепление. В этом случае площадь обслуживания становится очень большая. А плюс еще кисть с рукой дает еще там сантиметров до 20, может быть, что-то. То есть это покрытие очень большое. Вот. Так вот. Как линии проводить? Выставляем вектор. Нужный нам вектор. Да, советую, кто приобретет, часик-два потренироваться на... Берем любой холст, смазываем какой-нибудь там имприматуркой вот такой вот, и кистью немножко нужно потренироваться. Что-то нарисовали, стерли опять, а потом у вас останется, потом после тренировки размажете все вот это вот, и у вас останется хороший тонированный холст для какой-то вашей, для следующей работы. Выставляем вектор. Вот, например, диагонали, вертикали, то есть вертикали и горизонтали. Мы ориентируемся параллельно краям холста. Кисть. Можно и вот такими кистями писать, какими-нибудь коротенькими. Но они уж больно чувствительны, сами знаете, как недостаток кистей. Когда ведешь линию, они... Чуть прижмешь сюда утолщение, чуть немножко на себя она утончается. Поэтому художники обычно линии ведут лайнерами или полулайнерами. Вот видно, вот такая кисточка. Здесь у нас два сантиметра приблизительно щетинки. Это у нас полулайнер, так скажем. На чем разбавлять краску? Идеально на тройнике. Тройничок. Там есть разбавители и лак, и масло, которые обеспечивают вполне себе такую нужную тянущую, чтобы кисть тянулась, след от кисти. Выставили. Выставили. Как ставить кисть? Слегка опираемся рукой и кистью. Кисть держим не перпендикулярно холсту, а под 45. Опираемся и, что очень важно, не спеша ведем линию, чтобы эта линия контролировалась. По крайней мере, первое время. Скорость с навыком придет потом. Кстати, для меня это тоже первый день. Вот я тут видео сегодня снимал рекламу про него и заодно решил потренироваться. Пришли. Муштабили сегодня. То есть навык приходит быстро. Выставляем линию, вот если нужно продолжить. Выставляем, смотрим, чтобы вот эта линия, прищуриваемся, смотрим, чтобы она была какого продолжением. Ставим заново, касаемся и не торопясь ведем линию туда, куда нам нужно. Вот. Вертикали. То же самое также выставляем, параллельно. Кому удобно сверху, кому снизу, не принципиально. Также опираемся вот так, мизинчиком, например, вот здесь. Можно и вот так умудряться рисовать. Если у вас длинная древка на кисти, можно и не касаясь рукой вести. Примерно будет то же самое, вполне удовлетворительно для работы в масле. В масле все-таки это у нас не черчение. У нас линия, ну, она должна быть ровная, но не идеальная. Так редко кто работает, когда идеальные линии. Вот. Ставим нужная степень разбавления. Берем нужный инструмент. Опять повторюсь, важно не вот так, а вот так. Для чего небольшой наклон? Небольшой наклон инструмента кисти компенсирует небольшую непараллельность вот этой линейки к холсту. Вот, например, я сейчас вам покажу. Здесь у нас сантиметров до холста, сантиметров, наверное, 5, а вот здесь уже, наверное, 7. Вот. Это небольшой компромисс инструмента. Он не может быть параллельно плоскости, иначе он моментально будет касаться у нас холста. У нас должна быть запас на упругости, чтобы не было прикосновения к холсту. Поэтому вот этот технологический угол здесь градусов 7, наверное, он и дает небольшие несоосности, ну, непараллельности линейки к холсту. Но это легко компенсируется вот здесь, например. Да, вот здесь, кстати, это достаточно очевидно. Здесь вот, наверное, сантиметр 4, 3-4, здесь, наверное, 6, если не больше. Видно, наверное. Вот. Но это легко, даже как-то не задумываясь, компенсируется рукой. Вот я ставлю, повторюсь, не вот так, а вот так. Ставлю и не торопясь, ведем, ведем, ведем. Как только линейка стала чуть-чуть удаляться от холста, рука это чувствует, вот пальцы буквально, и делает вот такое компенсирующее движение. Это все просто, это вот на словах сложнее, на самом деле рука умнее нас, наша моторика умнее. Вот, повторюсь, для меня это первая сегодня тренировка такая, более-менее на холсте, и то я все прекрасно понимаю. Кстати, так, в двух словах, как я, почему я приделал эту линейку, почему я к своему инструменту, почему я его модифицировал. У меня есть, была возможность к обычному муштабелю крепить линейку, когда я что-то отрисовывал, но это занимает время, это не очень удобно, как бы снимать, одевать. Тоже навык какой-то небольшой нужно. Я просто приделал, вот это вот решил сделать. Она, кстати, убирается, тут выпуклый такой саморезик, он ставится вот в это гнездо и уже не мешает абсолютно. То есть мы работаем по участкам, как обычным классическим муштабелем, вот где нам нужно, на достаточно больших расстояниях, вот. Когда нам нужно сделать линию, причем линию любую, в любом векторе, раз и все, у нас под рукой вот эта ровная, небольшая, 30-40 сантиметров можно сделать линию, небольшая линеечка. Выбесила меня когда-то вот эта работа, достану, вот она. Вот именно на ней я решил и сделать вот этого совершенствования. Не закончена, не смотрите, тут еще лошадку нужно делать. Вот эти линии мне уже в некоторых векторах уже ровно не мог сделать. Понятно, что это деревня, что это там и не нужны какие-то очень ровные линии, но тем не менее просто взбесило, что вот в каком-то ракурсе, в не очень удобном, я уже не могу, о, кстати, достаточно ровно я, кстати, провел. Обычно у меня что-то это вот такое вот, что-то вот такое. Руки длинные, не очень сильные, поэтому вот такое, несмотря на опыт, сколько лет рисовал, все равно в некоторых ракурсах очень трудно провести линию. Или вот так вот, или держишь себя, ну в общем, чушь полная. Вот такое что-то и получается. Вот поэтому вот такое решение, которое, ну, при совсем небольшой сноровке можно делать что-то идеально, вплоть до почти черчения. Меня поймут те, кто городской пейзаж, любят какие-то детали выписывать. Все это, это, по сути, для них. Ну и для обычных художников, которые тоже иногда нужно, хотя бы перспектива какую-то. Кстати, по перспективе, например, нам нужно вот в эту точку свести линию. Понятно, можно сразу что-то отрисовывать вот так, ну, например, с этой линии вот в эту. Ставим, прищуриваемся, смотрим, чтобы на одинаковом расстоянии были от линейки, и уже тогда можно отвести линию, соединить их вектором. Часто нужно, например, вот эта у нас линия горизонта, вот точка, вот она, точка схода. Нам нужно, чтобы не вести вот эту ненужную линию, например, кусочек там, ну, квадратная поверхность какая-нибудь, ставим, например, вот отсюда нам нужно, чтобы здесь закончилось, смотрим на, соединяем, понятно, ставим сюда кисточку, но не проводим линию, а запоминаем как бы вот это, вот это вот положение, вот понимаете, понимаете, ну, поймете сразу, как только попробуете, соединяем, а вот здесь уже ведем, вот тут уже ведем линию, так, дернулась немножко, вот ведем, потом нам нужно, например, вот так соединить, смотрим, также вот так, вот понимаете, вот, то есть вот они сходятся в одной точке, то же самое, ну, для закрепления вот здесь, вот у нас вот эта точка, вот нам нужно тут дорожку провести, так, вот, например, отсюда ставим, но не рисуем, ведем линию вот так, вот, потом находим параллельную, например, вот нам нужно отсюда что-то сделать, соединяем, прищуриваемся, соединяем, смотрим, чтобы на одинаковом расстоянии было две точки, то эта точка и вот эта точка от поверхности линейки, вот, вот так постукиваем, можем более-менее точно настроить, постукивая по линейке, ставим кисточку на точку схода, но не рисуем, запоминаем вот это, вот это направление, то есть рука запоминает и соединяет нам, ну, вот, вот эта параллельная точка схода у нас вот здесь, вот так это все делается, можно, понятное дело, построить или проверить свой рисунок достаточно точно, достаточно тонко, можно какие-то, какие-то параллели, кстати, вот то, что я попробовал, не обязательно каждый раз переставлять, часто вот, ну, заборчик какой-нибудь рисуем, можно, например, вот так, потом, вот я вот в этом положении поменял немножко, вот так линия, параллели, вот так, то есть без переставления инструмента я могу сделать несколько, вот четыре, наверное, при сноровке можно и более, то есть, видите, они параллельны, ну, более-менее параллельны и хорошо нарисованы, без переставления, многократного переставления инструмента. Возможности много, напишите, может кто-то еще что-то придумает, но вот такая вот история, мне очень нравится, то есть, это как, ничего тебе не стоит вот эта линеечка, она не мешает, но иногда что-то, даже небольшие какие-то участки, вот я знаю часто, когда воду пишешь, вот эти вот мелкие поигрывания на воде, проблемно рукой нарисовать, проблемно, плывет рука, ну, у меня, по крайней мере, плывет, устанешь немножко, плывет, здесь поставил себе и рисуй ты себе, вот хоть обрисуйся, вот эти параллельные какие-то нужные длины черточки, линии и так далее. Важно, напомню, грамотно настроить, он прерабатывается со временем, вот этот новый, ну, сколько я тут его недавно сделал, еще не преработался, да, кстати, сказал или нет, важно, гайки у нас китайские, если вдруг открутилось, ну, так она, по идее, вот ее движение должно, она и так, и так не откручивается, бывает, такой слабый нейлон откручивается, то есть не держит, выбрасываете эту гайку, плохая гайка покупать, они копейки стоят с нейлоновым кончиком, можно даже две гайки сюда законтрить, но это, то есть это не проблема, не брак инструмента, это брак гайки, за гайки я, конечно, не отвечаю, хотя и перед отправкой все тестирую, немножко настраиваю, буду настраивать каждый инструмент, вот, что-то еще, хотел сказать, да, вот, вот этот шарик можно снять для кого-то, он удобно настраивать, вот этот второй шарик, но он иногда мешает, если вы, вам нужно много длинных линий делать, вот рука уперлась, хотя можно и вот так вот умудриться, вот, наверное, вот, вот таким касанием, вот, вот, то есть вот этот, вот этот шарик можно открутить, легко откручивается, болтик покороче поставить, но повторюсь, мы сделали вот так с мастером, с нашим, с краснодеревщиком, именно вот так, чтобы можно было вот эти вектора более-менее выставлять, более-менее удобно. Так, все, наверное, на сегодня, извините, думал, покороче будет видео. Потренируйтесь, вещь супер! Счастливо!